Отлично. Ну, сегодня мы поговорим про N-ServiceBus и про то, как можно его использовать, и что это за технология. Вообще познакомимся с основными моментами, с основными фичами N-ServiceBus. И, значит, начнем мы, конечно, с адженты. Сейчас, одну секунду. Вот. Ну, такой вот красивый слайд. Нет ничего проще, чем N-ServiceBus. На самом деле я с этим согласна. Это хороший поинт. Это действительно очень просто использовать, и это легковесный фреймворк, и он многим может облегчить жизнь, если мы имеем большие объемы информации, которую необходимо передавать, если у нас есть межсервисное взаимодействие и основанное на СОА-архитектуре. Итак, адженты на сегодня. Мы поговорим о том, что такое N-ServiceBus, его основная концепция. Поговорим о том, какие есть у нас ключевые моменты, что самое основное, для чего мы будем его использовать, и почему нам интересно его использовать в наших приложениях, что же такое месседжи в N-ServiceBus. Поговорим о том, какие есть коммуникационные паттерны, и немножко поговорим о том, как это все можно настроить. Итак, начнем. Значит, N-ServiceBus придумал вот такой ведущий специалист, один из мировых экспертов по сервисориентированной архитектуре. Вот он создатель N-ServiceBus, и на сегодняшний момент N-ServiceBus – это самая популярная сервисная шина, которая используется в Датнете. Итак, вот есть такой слайд. Здесь я хочу рассказать о том, что же мы представляем себе, когда говорим о сервисной шине, и в частности о том, об основном принципе, как работает N-ServiceBus. Как правило, очень часто мы представляем себе шину, как какой-то центральный брогер, который взаимодействует с различными частями системы. Но по факту для этого тоже существуют свои фреймворки, Bistock, например. Но это не наш случай. В нашем случае мы имеем дело с Bass Architecture Style. И в данном случае, в нашем понимании, Bass не является физической сущностью, и тем более не является центральной сущностью. В данном случае шина, ее физически не существует, она виртуальная. Это часть инфраструктуры, которая запускается вместе с кодом в процессе программы. Можем сказать, что это сеть равноправных узлов, которая работает вместе с кодом. То есть у каждого узла есть свой бас, и их может даже несколько быть на одном сервере. И они взаимодействуют между собой через транспорт. И следующее. Вот таким образом мы можем представить себе End Service Bus. То есть это все набор узлов, которые энкапсулируют в себе каждую библиотеку End Service Bus. и которые взаимодействуют друг с другом. Все они взаимодействуют через транспорт. И в данном случае мы имеем вот такую структуру. То есть каждый узел может иметь много узлов. И это может быть и внутри различный брокер. Допустим, может быть брокер тоже. Может быть база данных. Это может быть взаимодействие с другими внешними сервисами и так далее. И, ну вот, например, если мы видим взаимодействие через MSMQ, то можно представить себе взаимодействие End Service Bus таким образом. Может есть какие-то вопросы? Так, тихо. Что он это менял? Да и есть. Говоря о коммуникационном протоколе, да, коммуницируют через сервис бас, то это какой-то промежуточный лейер, который отвечает за перенос данных. Я правильно понимаю? Да. А что она обеспечивает? Буферизацию? Кью? Что? Секьюризацию? Это Кью. Это транспорт. В данном случае мы сейчас видим промежуточный лейер MSMQ. Но это... Сейчас мы немножко подробнее об этом поговорим. Это может быть также и ажуры MSMQ. Это может быть ажуры End Service Bus. И еще есть несколько видов транспорта. То есть в данном случае все работает через Кью. Через Кью. А чем выгодно отличается от без тока, скажем? Автоматизация MS Bus. Чем выгодно отличается от без тока, скажем? Она более удобная, более маленькая, более что? Значит, да, End Service Bus более легковесный. И без ток работает все время через центральную сущность. И мы как бы завязаны на одном сервисе. В данном случае End Service Bus – это распределенная структура. То есть узлов множество. И за счет того, что здесь нет единой системы обрабатывающей взаимодействия, поэтому у нас взаимодействие будет происходить быстрее. То есть система распределенная. Каждый узел может связаться с любым другим через очередь. И End Service Bus имеет еще несколько потоков. Мы это сейчас немножко дальше посмотрим. И я ответила? Да, в контексте End Service Bus есть такое понятие, как протоколы взаимодействия, скажем, как VCF. Есть HTTP, есть HTTP, есть базовые какие-то, pipe протоколы, да, вот при взаимодействии двух разных сервисов, VCF. Тут это актуально или у него какой-то стандартный протокол и все? Насколько, чтобы я не ошиблась сейчас, насколько я понимаю, есть, ну, работает он в основном по HTTP протоколу, но, насколько я помню, там есть возможность работать и поверх других протоколов. Ну, вот этот момент я сейчас... Окей, окей, я понял. Я бы хотела тоже... Даже на какой-то SWAP, собранное все на SWAP. В принципе, End Service Bus это система, которая может работать с различными узлами. Вот сейчас немножко дальше будет об этом, почему он и интересен нам, потому что у него есть такая высокая универсальность, когда мы можем любые свои предпочтительные узлы, ну, скажем так, те, которые нам интересны, мы можем подключить их к End Service Bus без какого-либо, ну, скажем так, урона для нашего приложения. По сути, это... Если честно, я, как говорил, про протоколы, в VCF, наверное, вы знакомы, есть такая, NFT называется Binding, да? Да. Поскольку я понял, Binding, как бы у него, собственно, никак, и настройка каких-то байдингов тут не актуально или, наверное, актуально? Да, здесь это не работает. Окей, окей. Следующий. Ну, и опять же, вот как раз и почему же, чем же нам так интересен End Service Bus, и почему он такой надежный, и в чем вообще, для чего мы его используем. Когда у нас существует межсерверное взаимодействие, например, у нас приходит какой-нибудь заказ, ну, то есть мы получаем от клиента, допустим, какой-то ордер с информацией, и он должен записаться у нас в базу данных. И может быть произойти какой-то, отказал сервис, или произошел какой-то дедлог, или еще что-то у нас случилось. И понятно, что на сервисе у нас произошел роллбэк, откат транзакции, но тогда нас интересует вопрос, а где же тогда наша информация? И, как правило, чаще всего различные системы, в том числе, я так, насколько я помню, и Бисток в том числе, как правило, поддерживают концепцию, что месседж будет доставлен хотя бы один раз или ровно один раз, то в данной ситуации это работает немножко по-другому. В данной ситуации, если что-то происходит, происходят какие-то непредвиденные ситуации, происходит дедлог, крэш и так далее, в принципе, ничего сверхъестественного не происходит, потому что наша информация возвращается обратно в очередь. То есть мы имеем дисковое хранение информации, и она может быть вновь обработана, когда включится сервис, или пройдет время по дедлогу, либо даже если у нас возникла какая-то непредвиденная проблема, мы можем открыть очередь с ошибками, найти там наше сообщение и опять отправить его, потому что оно, в принципе, никуда не делось и никуда не исчезло. Поэтому N-ServiceBus у нас очень надежный, и он гарантирует доставку наших сообщений. И следующий вопрос здесь касается как раз, почему в данном случае мы использовали N-ServiceBus в нашем проекте, у меня был опыт работы с ним, почему же мы его использовали? Значит, первое, мы его использовали из-за того, что он универсальный, то есть мы можем подключать к нему любые узлы, которые являются внешними библиотеками, либо это могут быть какие-то наши собственные написанные приложения, которые поддерживают интерфейс и работают аналогичным образом. N-ServiceBus использует Unity-контейнер, и поэтому очень легко подключаться. Следующее. Я извиняюсь, можно в двух словах, что такое Unity-контейнер? Значит, ну, по сути, это возможность заменить, это инвершн... Инвершн-контрул. Окей, окей. Да, инвершн-контрул. Следующее. Значит, надежность. Надежность обеспечивается у нас надежным транспортом, и мы сохраняем все наши сообщения, и кроме того, мы можем повторять эти сообщения, можем обрабатывать исключения внутри N-ServiceBus. Это все, как говорится, мы получаем из коробки. Масштабируемость. Масштабируемость. Многие системы могут быть заменены пользовательскими реализациями, используется сервис-ориентированная архитектура. Мы можем разделить бизнес-процессы на несколько приложений. Возможно, использование дистрибьюторов. Мы можем работать с длительными процессами типа workflow и так далее. Доступность. Ну, мы все знаем, что N-ServiceBus – это open-source, это открытый код. Он не бесплатный. Для его использования нужна лицензия. Но, тем не менее, это не настолько дорого и невозможно. И я думаю, что доступность, судя по тому, как его используют, достаточно доступный фреймворк и достаточно удобный. Он мощный. Он мощный, потому что он распределенный, потому что можно заменить транспорт. То есть, если, например, мы будем использовать Azure Q, то в Azure Q у нас может быть обработано огромное количество сообщений. Очередь может это сохранять до миллиона сообщений, то есть вплоть до предела емкости по хранению, 200 терабайт, например. То есть он очень обеспечивает большую мощность. Кроме этого, мы чуть позже поговорим. У него есть возможность передавать через сообщения о большие бинарные объемы данных. Он легковесный, очень легко, быстро ставится. Это, по сути, небольшая DLL-ка. Единственное, что каждое приложение должно иметь свой баз для взаимодействия. И это я немного забежала вперед и говорила о том, что есть возможность передавать большие бинарные данные через баз. И это очень отличная возможность. Мы ей пользовались, и я чуть дальше расскажу об этом. Значит, по надежности. Почему же? Немножко подробнее, чем же обеспечивается надежность в N-ServiceBus. 1. Дисковое хранение, транзакционность, ответственность за хранение. Все это обеспечивается транспортом. Транспорт, как я уже говорила, может быть выбран. Существует отказ транзакций в случае ошибок. Сейчас, секунду. Значит, первое – это мы можем выбрать транспорт. Следующее – надежное хранилище. Я уже говорила, что это может быть MSMQ, Azure. Следующее – автоматические повторы. Первый повтор в случае отката транзакции происходит через 10 секунд, потом через 20, потом через 30. Если в случае, что в любом случае, если не удалось передать, в таком случае это сообщение сохраняется в очереди ошибок. И, ну, как я уже говорила, может быть отправлено после, например, даже вмешательством вручную. И существует еще обработка исключений. То есть, если у нас есть какое-то исключение, мы можем подписаться на события. То есть, тот, кто отправил это сообщение, какой-то сервис может потом сделать подписку и получить обратно, что же произошло, и обработать это исключение, и каким-то образом потом, ну, что-то с этим делать, отправить это сообщение еще раз, ну, или переделать его. Ну, во всяком случае, есть возможность обработать исключение. Масштабируемость. Масштабируемость обеспечивается тем, что его очень легко расширить и конфигурировать. Очень много параметров конфигурации в N-сервис-басе. И на некоторые из них мы посмотрим. Это возможность конфигурировать, сколько инстансов N-сервис-бас мы можем использовать в системе, и сколько потоков мы можем использовать в системе. И это количество может варьироваться в зависимости от того, насколько большие объемы данных мы будем передавать. Следующее – это возможность модификации. N-сервис-бас поддерживает ансинхронный месседжинг, то есть нет вот этих вот блокирующих коммуникаций, и благодаря этому есть возможность параллельно обрабатывать, процессить все сообщения. И его легко мониторить и легко масштабировать, ну, в общем, его легко отследить. То есть внутри самого N-сервис-баса существуют определенные инструменты, которыми мы можем просмотреть все параметры, как сообщения отправляются, в какой очередности они отправляются, где они задерживаются. И таким образом мы можем конфигурировать и влиять на перформанс, влиять на наши быстродействия. Ну, следующий слайд как раз показывает нам, каким образом можно масштабировать. То есть здесь все написано, здесь мы можем разделить одно сообщение на несколько бизнес-сообщений. Мы можем увеличить количество потоков и таким образом улучшить быстродействие. И кроме этого мы можем использовать, как я уже говорила, несколько инстансов N-сервис-баса. То есть благодаря использованию дистрибьютора у нас после очереди может обрабатываться сообщение сразу несколькими узлами, воркерами, как тут написано. Следующее, почему, опять же, возвращаясь к тому, что почему мы все же использовали N-сервис-бас, чем он нам был интересен в нашем приложении. В нашем приложении, в котором мы разработали, была необходимость передавать очень большие объемы цифровой информации через месседжи. Но по определению сами сообщения не должны быть большими, потому что существует гайдлайн для этого, то есть N-сервис-бас обеспечивает надежность и быстродействие. Если мы будем передавать большие объемы, то быстродействия уже не будет. Соответственно, для этого есть такая возможность в N-сервис-басе, как датабас-пропорти, благодаря которой мы можем организовывать передачу больших цифровых объемов сообщений, но быстро. Как это делается? Основной принцип. Месседж отправляется из одного сервиса на другой, и вместо большого объема информации мы будем туда передавать ссылку. Какую же ссылку здесь мы будем передавать? Воспользуемся каким-либо хранилищем. Мы можем здесь воспользоваться... В нашем случае мы использовали Blob Storage. В принципе, это может быть дисковое хромение, то есть мы можем выделить какую-то папку на своем ресурсе, на своем сервере и записывать туда. Здесь возможно любое удаленное хранилище. В нашем случае было удобно использовать Azure Blob Storage, потому что у нас все сообщения, у нас все взаимодействие шло через ажур, и поэтому было легко выделить дисковое пространство для этого. Кроме этого, мы не привязывались ни к какому конкретному дисковому хранилищу, ну то есть любой сервер с любой точки распределенного нашего приложения мог постучаться туда и забрать эти данные. Значит, таким образом, большой бинарный объем данных сохраняется в Blob Storage, и ссылка там, где хранятся эти бинарные данные, передается в сообщении. То есть через сообщение не идет сам объем, а идет только лишь на него ссылка. Вот таким образом это оформляется в коде. Ну, это просто код, и обеспечивается вот такое взаимодействие. При работе с N-сервис базом, вот здесь небольшая ремарка, хотелось бы сказать, что надо обращать внимание на версионность, потому что, ну, что касается нашего приложения, мы столкнулись с такой проблемой, что Azure функциональность была очень новая, и версии, которые работали с N-сервис базом, не соответствовали. И у нас произошел небольшой конфликт, и мы вынуждены были использовать не последние версии N-сервис база, потому как не были прописаны там, не были приведены в соответствие библиотеки Azure. Вот если кто-то будет вдруг работать с этим, на это стоит обратить внимание. Следующее, о чем я хочу рассказать, опять же, может быть, по ходу есть вопросы. Я, может быть, быстро говорю? Нет, просто есть маленькая ремарка. Да, я работаю с Azure, и там есть очень похожая вещь, которая называется Azure Working Services. Это с помощью этого Working Services как раз для большого объема бинарной информации, большие файлы в процессе C под этими сервисами, и очень похожа на Service Bus. Если вы знакомы с Azure, работали, там есть Web Role и Background Working Services. Да, но это как раз имеется в виду, что это возможность через N-сервис баз с использованием Azure работать с большими объемами данных. Это не обязательно может быть Azure, это может быть любое хранилище информации. То есть это может располагаться просто определенная папка на компьютере, на котором поднят сервер. И сейчас я хотела бы коротко рассказать, что такое вообще внутри нашего N-сервис база представляет собой месседжи. Как правило, месседж – это какая-то информация, и по сути, если говорить о коде, то месседж представляет из себя просто обыкновенный класс, который должен реализовывать маркер-интерфейс. В N-сервис базе есть три типа сообщений. Это iMessage, iCommand и iEvent. Все они разные. И чуть дальше я расскажу. Все эти типы сообщений применяются в N-сервис базах при разных протоколах коммуникационного взаимодействия. Самый простой протокол работает с iMessage, но он не самый оптимальный, я дальше скажу. А самый широко распространенный коммуникационный паттерн Publish-Subscribe работает с командами и с ивентами, и об этом чуть позже. И о том, какие же возможны коммуникационные взаимодействия через N-сервис баз. Это очень важный момент. И здесь при работе с N-сервис базом очень легко допустить множество неправильных, скажем, не множество, очень легко неправильно его использовать. И дело не в том, что это неправильно, дело в том, что это не оптимально. И вот я смотрела, когда доклады на эту тему, и у Дидана в том числе, и других известных специалистов, которые работали много с N-сервис базом, то все стараются акцентировать внимание на том, что N-сервис баз – это не серебряная пуля, и очень часто им работают как золотым молотком. По сути дела, это очень мощный инструмент, который нужно уметь правильно использовать. Итак, какие же есть коммуникационные паттерны? Это передача сообщений в одну сторону. Достаточно оптимально работает, но при этом у нас нет никакой возможности получить отклик от системы. То есть когда мы знаем, что N-сервис баз гарантирует доставку сообщений, и никакого ответа мы не ждем в данном случае, и все сообщения идут в одну сторону. То есть любой сервис, любому другому сервису в системе может передать сообщения, и на этом все. Есть паттерн, основанный на обыкновенном RPC, это response request, он синхронный, и поэтому лучше его не использовать, потому что это чревато блокирующими вызовами, но если кому-то надо, то он такой существует. Есть full-duplex pattern, это взаимодействие, которое имитирует наш RPC взаимодействие, но оно уже работает асинхронно, кроме как, когда мы вызываем его с браузера, то есть с клиента, тогда, конечно, браузер в любом случае будет дожидаться нашего ответа, но сам N-сервис баз при этом не блокируется, и может работать сразу на обработку различного количества сообщений. И последний паттерн – это publish-subscribe, это самый мощный, самый известный, самый рекомендуемый паттерн, это сильная сторона N-сервис база. И дальше я хочу рассказать об этих всех паттернах подробнее немножко. Это самые простые коммуникационные паттерны RPC, request-response, он синхронный, и веб-сайт блокируется, пока идет вызов, и этим он, собственно, нехорош. One-way messaging, легко работать с ним, все сообщения идут в одну сторону, и обеспечивается быстродействием. Следующий – это full duplex. Он работает через асинхронные вызовы, хотя все равно браузер будет заблокирован, но, в принципе, этот паттерн нежелательно использовать через N-сервис баз. Иногда есть необходимость его использовать, когда, возможно, нет четкого понимания у клиента, какие именно функции N-сервис база ему нужно использовать. Во-всяком случае, у нас мы использовали именно этот паттерн. И у нас с этим основное ищу, с которым мы столкнулись, это было то, что нам необходимо было возвращать ордер ID при отправке сообщения. То есть мы отправляли наш месседж в хранилище, и обратно мы должны были обязательно получить ордер ID. В этом случае, в принципе, возможно использование full duplex паттерна. Это не запрещено, но это не оптимально. И ордер ID еще просто вначале у нас не сгенерирован. И одно из решений как раз этой проблемы может быть то, что ордер ID нужно генерировать еще до этапа отправки месседжа. И найти другой способ, как генерировать этот ID, либо все же использовать наш full duplex для симуляции работы request response. И, в общем-то, у нас это так и работает. Почему использовалось таким образом? Потому что есть гарантия отправки сообщений, потому что месседжи не теряются, потому что, в принципе, можно проверить, в любом случае, есть ли это сообщение. И чаще всего все срабатывает, и ID мы получаем. То есть, в принципе, сказать, что это слишком плохое решение, ну, да, оно нехорошее, потому что, по факту, оно антипаттерн, и контроллер в любом случае будет ждать, пока хендлер обработает месседж и отправит сообщение с содержащей ID. Как это работает? Есть пример кода. Вот самый простой код для full duplexного взаимодействия. Здесь мы видим, что есть асинхронная работа, хендлер, и в данном случае мы используем команду reply для посылки сообщения, которая возвращается по тому адресу, по которому оно пришло. Здесь в любом случае веб-клиент ждет, и поэтому это антипаттерн, и не рекомендуется его использовать. Но, глядываясь на то, какие преимущества мы имеем от использования inServiceBus, это и надежность, и быстродействие, и обработка ошибок, и возможность передачи больших бинарных объемов, в любом случае, в таком случае все тоже было принято решение, хотя и не оптимально, но в данном случае использовать inServiceBus. Оптимальным же паттерном для коммуникации в inServiceBus является publish-subscribe. Как это работает? В этом случае месседжи, которые мы будем использовать, вот то, что я говорила ранее, сейчас секунду, я пролистаю, хотела быстро сказать. Это вот. Здесь мы будем использовать наши месседжи, которые реализовывают маркер интерфейсы iCommand и iEvent. В данном случае у нас будет более сложная структура взаимодействия. Сейчас я вернусь к слайду. В данном случае получаем ордер, отправляем его на контроллер, и он попадает в транспорт, то есть в нашу queue. После этого через queue inServiceBus получает его и хендлит уже другой сервис. И когда он получает это сообщение, он получает не iMessage, он получает команду, что нужно обработать такое-то сообщение. После этого через queue оно может быть отправлено другому сервису, опять же с какой-то командой, что необходимо сделать. Например, это может быть мы получили ордер, и надо выписать счет, например, клиенту, или еще какое-то действие, которое должно быть произведено чуть позже. И таким образом мы получили команду, сервис обработал это сообщение, и после этого он рейзит ивент. Этот ивент опять попадает в очередь, и на следующем шаге этот ивент уже обрабатывается хендлером сервиса. Ну, то есть работает принцип, когда мы не ждем никаких, не ждем, у нас нет блокирующих вызовов, то есть эти процессы разнесены во времени. По факту есть команда, которая должна быть выполнена, идет обработка хендлерами, и есть генерируются события, на которые подписаны определенные сервисы, которые могут быть посланы и обработаны большому количеству подписчиков. Это может быть и подписчик, который, например, будет присылать всем клиентам уведомления о том, что их ордер уже принят и обрабатывается. Это может быть подписчик, который будет, например, выписывать счета согласно этому ордеру, или просто это будет какой-то подписчик, который, например, сохранит эту всю информацию в какой-то базе или в каком-то хранилище. Ну, вот принцип такой. Это самый мощный паттерн коммуникационного взаимодействия и самый рекомендуемый. И я так, насколько я читала, сейчас самый используемый. И немного, как это выглядит, как это работает. Веб-сайт посылает ордер, он посылает его командой, реализуется интерфейс iCommand, посылается в MessageQueue и оттуда пересылается на Endpoint, обрабатывается и в обратном направлении уже идет дальше. Либо команда еще какая-то, либо уже у нас идет событие по обработке. И последнее, что хотелось рассказать здесь, это по поводу того, что мы можем настраивать EndServiceBus для того, чтобы регулировать количество потоков, которые возможны. В данном случае вот число сообщений batch size, которые могут проходить в одном пуле, и оно может быть от 1 до 32, максимальное количество потоков, ну в данном случае вот здесь 5, concurrency level, и максимальное количество сообщений во времени, и существует еще Default Connection Limit, он позволяет по умолчанию устанавливать какие если нет других установок, как будет работать EndServiceBus. Вот эти все конфигурационные параметры нужно, ну скажем так, мы их конфигурировали, когда это приносило различные результаты, потому что все будет зависеть от того, как настроена архитектура вашего приложения, какие узлы используются, где в приложении узкие места, и в зависимости от этого могут быть различные комбинации этих параметров, приносить вам лучший результат. В нашем случае, когда мы начали заниматься оптимизацией, мы получили ускорение по перформансу, то есть улучшение быстродействия почти в три раза, но сказать, что есть какой-то определенный рецепт, то есть увеличить то, уменьшить это, ну, наверное, нет, потому что все будет зависеть от конфигурации, от того, как построено приложение. Можно маленький вопрос? Да. Батч сайз, это количество месседжей, максимальный сайз кюл, я правильно понимаю или нет? Это ажур кюл, конфиг, батч сайз. Это количество месседжей в пуле. То есть если будет большее количество месседжей в пуле, оно отбросится, оно, правильно? Ну, да, 32 это максимальный конкуренции level, это то есть количество потоков, с помощью которого будет процесситься месседжи? Да. Окей. Остальное понятно, спасибо. Окей. Ну, здесь у меня осталось рассказать вам, что есть вот такие вот ссылки на ресурсы, если кому-то нужно глубже, дело в том, что в N-service басе еще очень много различных интересных возможностей, о которых я здесь не говорила, в частности мы не использовали, когда работали саги, это очень интересная возможность, я только могу о ней сказать обзорно сейчас, потому что это будет очень большая тема, если это разворачивать, рассказывать, можете посмотреть, если кого заинтересовало, это аналог workflow, то есть когда есть необходимость распределить какой-то бизнес-процесс во времени, какой-то очень длительный процесс, там, например, пришла анкета, потом эту анкету должен кто-то обработать, добавить туда данные, где-то еще сохранить, после этого должны добавиться какие-то еще данные и так далее, и так далее, когда есть несколько узлов взаимодействия и какие-то документы должны передвигаться по workflow, то существует очень удобная для этого возможность в инсервисбасе это сага, вы можете прочитать об этом, если кому будет интересно, и это тоже одна из сильных сторон инсервисбас, здесь я собрала наиболее интересные ссылки, наиболее полезные, и кроме этого я хочу еще сказать, что есть еще такие вот книжки, если кому-то интересно, там очень подробно все расписано, но мне очень понравился ресурс по инсервисбас, это вот какой четвертый получается, сейчас, секунду, вот больше всего информации находится здесь, это от создателей, там с примерами и очень много разъяснений, пояснений и так далее, ну и наверное вопросы, было много вопросов, но я могу еще отвечать на вопросы, у меня нет, такой вопрос, есть ли верхняя граница пропускной способности инсервисбаса за секунду, допустим, ну, насколько я вижу, они ставят этот батч сайз больше 32, но в секунду, я думаю, это зависит будет не от сервисбаса, а от транспорта, который вы будете использовать, то есть у самого инсервисбаса нет такого понятия, здесь возможность, пропускная способность будет зависеть от того транспорта, я думаю, что ограничения будут идти по кюшке, который вы будете использовать. Алло, что-то тихо, я не ответила на вопрос?